Итак, а сейчас мы приступаем к обработке рукава. Мы его собираем в верхний рукав, он у меня из двух частей, и нижний рукав. Сшиваем его вначале по локтевому шву стачиваем. После того, как мы вместе собрали этот рукав, теперь мы его перестрачиваем на верхний рукав. Так, у нас рукав вшивается в закрытую пройму, поэтому мы его полностью закрываем. Шов у нас в центр. Так, а теперь мы втачиваем, 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 втачиваем наш рукав в пройму, наверное. Кат рукава в пройму, наверное, так. Короче, рукав выворачиваем, прикладываем лицом к лицу. Один рукав у меня уже пришитый. Вот. Там у меня есть особо хитрая насечка, которую я прикладываю к своему супер-мега-срезу, боковому шву. И... По кругу втачиваю с небольшой посадкой. Вот тут у меня посадка указана. Я тут из-за толщины, в общем-то, ее почти и не видно. Вот, на лампе. Не сильно видно, что я тут делаю. Ну, да в целом. Вот там вот технику с лишками, с другой стороны надо ставить. А мы сейчас ее попробуем. Так, ракурс я вроде поменялся, а потом, что у нас изменится. Так, видно, что я башкой все закрываю. Наверное, холопы закрываю. Ну, ладно, короче, это не имеет значения. Да, закрываю. Ладно. Попробуем так. Видно что-то? Так, у меня тут есть надсечки сверху. Видите? Я их посаживаю. Вот мой плечевой шов. Говорят, есть какие-то особенные лапки для синтепона. Там, со всякими, типа, роликами, шмроликами. Я их, в общем-то, видел, но никогда не использовал. Не знаю, как-то не было случая. То зима, то лето. Все делается на одних машинах. Одними лапками, одними иголками, одними нитками. Никому не интересно это все. Менять. Вот так вот. Ну, в общем, смотрим, что у меня пока получилось. Жарко, однако. Вот такая вот себе курточка. Теперь осталось нам поставить подкладку, позакрывать швы и, собственно говоря, готово. Жарко. Итак, продолжаем наши пошивульки, курточки, курточки, пошивульки. Мы продолжаем. Остановился я в прошлый раз на том, что пошил весь вверх. Теперь мне нужно собрать подкладку. Вот. А на подкладке у меня есть карманы. Карманы в рамку с двумя обтачками. Я, по ходу, таких никогда не шил. Ну, я имею в виду в плане видеоурока. Но, в целом, ничем оно не отличается от всего, где есть две обтачки. Вот. У нас есть мешковина. У нас есть обтачка. Одна, вторая. И вторая мешковина. Вот. Главное их не перепутать. Ну, в целом, шитье на тонну и не сварка, чтобы можно было быстро переделать. Так. У нас одна должна быть больше. Вот. Вот это та, которая больше, она должна быть сверху. Вот так вот. И вот так вот. Можно пришивать все в два этапа. Можно пришивать в четыре этапа. Можно пришивать в один этап. Давайте попробуем пришить это в один этап. Так. Отступаем сантиметр. Посредине. Ой, не ко мне. Иголка тупая. Так. У меня уже все включено. Поехали. Так. Вот еще особый карман. Он у нас находится в подкладке. Типа боковой шов уходит. А такого типа карманы есть на пиджаках. Вот. Вот. Но пиджак, я думаю, мы... Мужской пиджак никогда шить, наверное, не будем. А может и будем, я не знаю. Может, стрельнет мне башку мою дурную. Пошить какой-нибудь пиджак. Или просит какой-нибудь клиент. Я такой весь хорошенький, добренький. Не смогу отказать. Такой скажу. Ну, ладно. Потом будут поливаться и материться всю дорогу, чтобы терпеть не могу, шить такие вещи. Продолжаем. Потому что, как известно у нас, мужской пиджак является самым сложным изделием. В нем очень много всяких мелких хитростей, которые надо как бы выполнять. Но в женском изделии их обычно игнорируют, потому что они не нужны. А в мужском оно, ну... Так у свити повылось. Так. Теперь вспоминаем. Подрезаем наш... Нифига не вижу. Что вы там видите, не видите. Вот эти вот уголочки. Возрезаем. И подрезаем уголочек. Вот так вот. Трекутночком. Не дорезая... Ну, или дорезая миллиметрик. Так, чтобы у нас потом это все красиво вывернулось. Вот. Это мы сделали. А-а-а-а! Вот дурной я. Теперь мы выворачиваем. И у нас ничего не получается. Потому что... Ай... Обтачку нужно подложить. В общем, перешиваю. Не буду вас втомлять. Так, я перешил. Значит, приходится шить, в общем-то, тоже можно в один этап. Но... Для удачного попадения будем шить в два этапа. Дальше. Мы выворачиваем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И... У нас не получается обтачки. Обтачки... У нас получается... Не получается обтачка. Все нормально. Так вот она у нас вся выкладывается. Ну, по-моему, тут не обтачка, а... Должна быть листочка. Ну, кожному свое. Я сделаю с обтачками. Ай-яй-яй. Так, шо у нас выходит? Эти ложатся. Да. И теперь мы закрываем мешковину кармана. У нас тут есть специальный шов. Видно? Нет, не видно. Вот так вот. Открываем мешковину кармана. Так. Теперь тут вот так вот разворачиваем. Выкладываем все наше тут. Можно так сказать, красиво то, что мы сделали. И аккуратненько этот треугольничек мы закрепляем. Закрепляем, закрепляем. Вот так вот. Закрепляем. Закрепляем. И наше что-то здесь такое получилось. Дальше мы закрепляем вот этот момент. А, у нас тут какая-то яресь получилась. Вот. Не очень красивая. Походу здесь... Походу здесь... Я думал, дырка такая маленькая. Ну, мы вот так вот делаем. Ставим и закрепляем. А ты... И теперь наше дело это все... Пришпыкать. Приутюжить. Вот. Вырониться. И дальше... Собираем... По правилам сборки. Так, после того, как я наконец-то разобрался с полочкой. И выяснилось, что карман там так и в лист... С листочкой, а листочкой... А я сделал с двумя обтачками. И, в общем... Второй я сделал с листочкой. Вот. Короче, решил перейти вначале к... Спинке. Тут на спинке есть такая хитрость небольшая. Так, мы вначале делаем центральный шов. Так, центральный шов мы сделали. А теперь у нас здесь есть такая надсечка. Она говорит нам... Ну, она нужна для, так сказать... Свободы движения спинки. Мы ее делаем так. И на угол. Вот и все. Она у нас будет раскрываться по-дурански. Так, что дальше? Дальше... Ну, в общем... Можно рукава обработать. Не забываем, что у нас... В одном рукаве нужно будет оставить дырку. Из чего мы потом будем... Через которую мы будем впоследствии выворачивать. Вот. Дырку лучше оставлять на локтевом шве. О, не на локтевом. Ну, есть локтевой шов и есть... Тут два шла. Два шла вверх. Ну, локтевой шов и нижний. По-моему, так он называется. Короче, на нижнем шве. Тот, который не локтевой, а на сгибе лотяна находится. Там оставляем... Отверстие. Очень не вижу я тут ничего интересного. Пока не знаю. Сейчас я соберу этот рукавчик. Значит так, локтевой шов мы полностью собираем. Да. А нижний шов на сгибе локтя мы собираем частично. То есть мы начинаем снизу. Считаем закрепочку. Где-то сантиметров 15 мы строчим. Ну, протаскиваем где-то вот так вот. И еще сантиметров 15 мы закрываем. Вот так вот. Хорошо. Это мы закрыли. Ну, а другой рукав закрываем полностью. Дальше. Что у нас тут еще есть? Какое? Муторное. А муторное у нас тут есть еще подкладка. Ой, подкладка я говорил. Полочка. У нас есть полочка и есть подборта, которые мы тоже собираем путем швейной машинки, прямых рук и большого желания шить. Так, и у нас тут засада. А мы чуть-чуть не дошьем до конца, потому что у нас по-моему идет на подгиб, либо там еще какие-то запчасти были, которые я просто не вырезал. Надо пойти посмотреть. Так. Да. В общем, посмотрел я по лекалам. Должно у нас быть это вровень. То, что она у меня тут малость длинная, я ее отпарывал с интепоном, и она поэтому казалась длиннее. Короче, ее нужно так вот срезать. тогда все у нас возможно будет хо-ро-шо. После того, как мы закончили с нашей сборкой нашей подкладки, у нас начинается самое теплое. Пришить подкладку к изделию. мы ее вот так вот прикладываем и по кругу пришиваем. Куда начнем? Давайте, наверное, с воротника, что ли, с уголочка. Главное здесь не попасть на зуб, не сломать иглу, будет обидно. Вам, наверное, как всегда ничего не видно, но так вам и надо. В целом, что вам тут видеть? Как я тут на зуб пытаюсь не попасть. Ай! Попал на зуб. Ага. Еще промежуток. Нашел. Кладку я не меняю. Это не имеет смысла. И понеслась. 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 Я все равно пытаюсь максимально близко шить к змейке. В целом, можно, конечно, и поменять лапку. Но я не вижу в этом смысла. А вот и ошибка первая. Короче, так как у меня подкладка пришивается по-хитрому, ну, точнее, закрывается по-хитрому, в начале я должен был пришить низ. Потому что низ у меня вот так вот загибается. Вот так вот загибается на сюда, сюда. Ну, вот, короче, на змейку загибается. Поэтому в начале мы низ обрабатываем. разница небольшая, но с чего начинать? В начале сверху или снизу? Как по мне, так без разницы. но у вас может случиться с этим проблемой. Так как вы, в принципе, скорее всего, шить не умеете и делаете такое изделие первый раз. ну, в общем, смотрите мои ролики до конца. что у меня в конечном итоге получается. Делаете выводы, нужно ли вам вообще, в принципе, заниматься этим неблагодарным делом. А не пойти в магазин или еще что лучшее, зайти по ссылке в магазин и купить все, что вы хотите. А деньги откуда вы спросите? Откуда взять деньги? Заработайте на том, на чем умеете. Просто проблема в том, что я кроме шитья ничего не умею. Вот такая вот лажа. Сейчас, нитка должна где-то закончиться. подкармись все хорошо. Будем надеяться. Так, змейку поправим. и вот так вот. Так, теперь возвращаемся к нашему уголочку. Здесь вот, видите, она так делает. Раз. И если бы я учитывал эти два сантиметра, мне не пришлось бы убить иголку от зубья. Ну, пороть уже точно не стану. Так. И теперь с другой стороны. Вот так вот. там надсечки на лекалах не было. А может и была. Поэтому я не учел. Так как лекала делал не я, мне прислали готовые лекала без готового изделия. поэтому я все делаю наугад. Как по бурге. Так сказать. Отправим наши собачки вовнутрь. Пошли закрывать дальше. Ну, не может такого такого бои. Давай, давай, давай. Еще этого не хватало. Короче, я опять что-то неправильно сделал. У меня не сходится. Надо было шить сверху. но сама суть, я думаю, понятна. Дальше мы будем выворачивать все через отверстие, которое мы оставили на подкладке. И дальше я буду опять показывать, что делать. Так что, давайте. У меня батарея уже дохнет. Надо менять. не забыл. Продолжение следует...